Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Как часто вы слышали фразу, что делать ролики сложно, и делать ролики каждый день, но это просто, я не знаю, за гранью возможного, то, что это impossible, это невозможно и так далее. Так вот, в данном видеоролике я всё это успешным образом развею, чтобы у вас больше не оставалось никаких вопросов по поводу всего этого. Но перед всем этим я бы вам хотел сказать только одно. Arizona, RoliPlayFenix, IP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе на банковский счёт целых 300 тысяч вертов, всё это находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией, и делайте все прочие вещи, которые только вам будут нужны или не нужны. Да мне, в общем-то, и похуй на всё это. Поэтому, сами понимаете, всё это сделать нужно. А даже и можно, и всё такое. Так вот, делать ролики каждый день сложно, невозможно. Я страдаю, я делаю ролики раз в месяц, потому что это муки монтажа. Вот постоянно говорит какой-нибудь хуесосный ютубер, который просто, блядь, ну я не знаю, у него работы, сука, там, ну максимум на часа 4 он хуйнёй страдает. То есть, даже, понимаете, я, я человек, которому нужно придумать тему на каждый день. Эту тему обсудить, эту тему раскрыть, эту тему раскрыть в целом. Потом отснять геймплей, всё это смонтировать, всё это более-менее как-то красиво подать. После этого нужно залить всё это на ютуб, прописать теги, там, хэштеги, всё это выписать, там, перевести видеоролик на 87 различных языков. Да, конечно же, это всё делается при помощи гугл-хромовских плагинов, но, тем не менее, всё это проходит. Проставить конечные заставки, подсказки, всё прочее. И всё это занимает времени дико мало. Ну, в самом деле, это всё занимает времени очень мало. Даже самп-обзоры у меня делаются за, ну, буквально, я не знаю, там, неделю, возможно, две недели, ну, максимум. Это при том, что я ролики каждый день выпускаю, и не могу больше времени уделить на обзоры, в которых, вы понимаете, есть абсолютно всё. Есть свой прописанный сценарий, есть свои прописанные зарисовки, есть ролики, которые нужно вставить, есть ролики, которые нужно просто, там, знаете ли, процитировать, есть ролики, которые нужно вставить в парадийных вот этих вот всех форматах, написать сценарий для самп-обзоров, сделать всё прочее. И всё это делается за неделю. Часовые ролики делаются за неделю-две, при том, что мне ещё ролики нужно каждый день выпускать, понимаете? То есть, я как делаю? Монтирую где-то в середине дня ролик, который должен выйти в 20.00, и где-то примерно после, там, я не знаю, в 8, после 9, если каких-то других дел нет, начинаю монтировать, допустим, сам по обзор тот же. И в этом нету никаких проблем, это все делается очень легко, и тем более, люди, которые на ютубе находятся достаточно давно, у них на все это рука набита. У них набита рука на озвучку, у них набита рука на создание превьюшки, они сразу вот видят название ролика, сразу в голове вот так вот представляют то, какое будет вообще название ролика. И при том, что я-то делаю не говно, но объективно говоря, я делаю, блядь, лучше, чем, я не знаю, там, у 85% всех самперов, у меня есть какая-то задумка, у меня есть какая-то идея, у меня есть посыл. Я не делаю вот эти, вот знаете, ролики просто пустышки какие-то, конченные, как делают, допустим, какой-нибудь Хьюго Ромера, который выпускает ролики, там, блядь, раз в 2 недели, допустим, да? Или какие-то там, знаете ли, постановочные пранки, или что-то наподобие того, то есть, каждая превьюшка, это произведение, блядь, художественного искусства, это иллюстрационный шедевр, это глазной оргазм, это просто, это, блядь, восхитительно. И это все делается каждый день, на протяжении, блядь, многих вот этих, вы знаете ли, дней, столетий, веков и всего прочего, это легко, это, блядь, легко, и деньги, которые получаются за эту работу, они несоизмеримы. Допустим, я выпускаю ролики каждый день в 20.00, и понимаете ли, в чем дело? Когда ты ходишь на учебу, это, конечно же, доставляет некоторые хлопоты, потому что большое количество времени уходит именно туда, но, тем не менее, я вот хожу на учебу, не пропуская там пар, допустим, да? И, тем не менее, даже когда пары слишком много, и приходишь слишком поздно, все равно ролики выходят, допустим, опаздывают там на несколько часов, но без этого никак, извините, если бы манта, ой, вернее, если бы рендер шел там, я не знаю, минут 5, да? А, допустим, я там, не знаю, ролик на ютубе заливался за минуту, то все было бы еще лучше, и, возможно, я бы вообще не опаздывал, да? Есть ролики, которые не выходят, допустим, есть дни, в которые ролики абсолютно не вышли, вот, в 2019 году таких дней было около 10. 10, по-моему, если я не ошибаюсь, нет, каких 10, блядь, таких, ну, слушайте, таких дней было, наверное, около 5-6 максимум. Просто, вот, представьте, в году 365 дней, из них каждый день выходят видеоролики в одно и то же время, это несложно. И вот эти, вот, знаете, повышения своей деятельности, когда люди, вот это, вот, знаете, синдром кондуктора, блядь, который просто занимается, или вахтерши, там, как это все называется? Синдром вахтерши, наверное, который просто занимается ничем, но при этом она возвышает свою работу максимально, чтобы показать, вот, блядь, ролики каждый день монтировать и снимать просто невозможно. Возможно все это делать. Просто вы, ебаные, ленивые суки, которые не могут, блядь, признаться в собственной прокрастинации. Вот в чем все дело. А не в том, что ролики сложно делают, нет. Они делаются легко. Я за день могу озвучить роликов 6 и из них смонтировать 2. Если весь день будет свободен, просто нужно встать часов в 7 утра, как бы, там, поесть, иногда даже отвлекаясь на что-то, то есть это я не все время за компьютером сижу, допустим, там, я не знаю, сделать чай, сделать поесть что-нибудь, да? То есть это все входит в это. Это легко. Я не понимаю людей, которые специально завышают свою работу. Ох, блядь, у меня там хромакей, ох, блядь, кончайте мне на лицо! Ох, блядь, нет. Нет, это полная хуйня. Ролики делать легко. Ролики, которые делаются у самперов, еще ли у них денег, блядь, дохуя. Они вообще могут себе монтажеров нанять, блядь, и же нихуя не делать, блядь. Ну не, они делают сами и потом нуют. Блядь, как же сложно, я так страд... Да нихуя не сложно это, блядь. Я в одного человека, который озвучивает, монтирует, делает превьюшки, все прочее, блядь, делает, мне в одного делать это легко. Почему-то? Как люди с большим количеством финансов могут вообще ныть о том, что ролики делать каждый день невозможно? Каким образом это легко? Это очень, блядь, легко. Люди на заводе, наверное, блядь, охуевают от того, насколько, блядь, это легко и то, какие деньги за это платятся. Это несоизмеримый, сука, труд. Но люди ноют. Люди ноют. Они не могут выпускать ролики каждый день. Я не понимаю. Если у меня когда-нибудь там, я не знаю, появится возможность чисто, вот знаете ли, зарабатывать на ютубе, не работая на другой работе, ролики будут выходить каждый день. Я вам это могу пообещать. Если просто вот у меня другой работы не будет и просто вот ютуб будет полностью обеспечивать мою жизнь. Сейчас-то понятно. Я особо ни за что не плачу. То есть за квартиру там платит мама и так далее. Вот. Но потом, когда я начну работать, разумеется, ролики делать каждый день попросту невозможно. И то возможно. Приходишь с работы и вместо того, чтобы ночью там как-то отдыхать, прокрастинировать, ночью садишься за озвучку, все это озвучиваешь. Я попробую, возможно ли все это сделать. Но, скорее всего, нет. Организм просто не выдержит. Но это, в принципе, теоретически все это возможно сделать. Я не понимаю хуесосов, которые постоянно ноют. Хули вы ноете, блядь. Хули вы ноете. Это легко, блядь. Все это делается легко. И нужно просто, блядь, делать все, блядь. Все. Я не могу. Это все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. IP Arizona Rollieplay Phoenix, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе целых 300 тысяч вертов. Все это находится в описании под данным видеороликом. Вы просто туда заходите и делаете все вот эти вот вещи, которые вам нужны и, возможно, даже не нужны. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем пока.